В эфире новости в студии Наталья Двойцина. Здравствуйте! Это привычная картинка для зрителей сегодня. Это сейчас у СТВ профессиональная студия, свет, камеры, суфлеры. А в далеком уже 91-м первые новости записывали за самым обычным столом. Стульями порой служили ящики из-под лука или морковки. Текст читали с листа. Штат сотрудников не насчитывал и 10 человек. Нашу информационную программу «Семь футов» мы не случайно начинаем именно с такого доброго пожелания. Сегодня СТВ – это уже профессиональное современное телевидение. Чтобы одна программа или выпуск новостей вышли в эфир, над этим работает целая команда. Ведущий один или с гостем в кадре, а за кадром – операторы, режиссеры, ассистенты, звукорежиссеры, инженеры, гримеры. Саш, Саш, привет! Это наш гример. Где мне, наверное, спешишь? Очень спешу, да. 5 секунд. Почему пришла работа на телевидении? Все элементарно. Это очень интересный и творческий процесс. И от моей работы зависит то, как будут выглядеть наши ведущие и гости на экране. Я побегу. Будешь опять из меня делать самого красивого ведущего? Как всегда. Ну, грим – это единственное, к чему я не могу привыкнуть в своей работе. Ну, надо, значит, надо. Дим, 15 минут до эфира. Быстенько проговорим. Два блока меняем местами. Не забудь про это, пожалуйста. Так, хронометраж 30 минут. Приветствую и прощение на пятую камеру. Хорошо. Все, давай. Руслан, извини, пожалуйста. Тебе интереснее работать на новостях или на прямых эфирах, на программах имеется в виду? Определенно на прямых эфирах. Интересно работать и там, и там. Везде разная специфика. Если новости, то все строго, четко и понятно. Если это художественные какие-то передачи, то это полет фантазии. Ага, тебе пощалкиваем. Первое. Мне нравится быть ведущим, потому что это такой драйв, это постоянно какие-то уникальные эфиры, это что-то новое, ты постоянно узнаешь что-то интересное. Работа ведущего прямого эфира – это на самом деле драйв. И неважно, новости это или программа, ты следишь за временем, ходом эфиром, слушаешь команды режиссера, реагируешь на знаки оператора, ориентируешься в тексте, на ходу формулируешь мысль или переписываешь подводку. У Натальи Шульги первый опыт прямого эфира состоялся 12 лет назад. Было сложно, страшно, но подготовка к программам и работа в кадре настолько увлекательные процессы, что это становится уже образом жизни. Я люблю СТВ, потому что это жужжащий, гудящий улей, потому что это калейдоскоп-передач, потому что это огромное количество людей, которые впоследствии становятся твоими друзьями. Севастопольское телевидение – это живой организм. Здесь происходит непрерывный процесс. Пока в студии пишется одна программа, к выходу готовится уже другая. Алифтина, скоро новости, чем занимаешься? А в данный момент я сейчас собираю верстку. Это наш будущий выпуск новостей, который совсем скоро выйдет в прямом эфире на экраны. Ну и в целом ведущий, это у нас такие многоранные специалисты, которые занимаются и журналистикой, и редакторой, и иногда даже немножко продюсированием. Новости на севастопольском телевидении сегодня занимают большую часть эфирного времени. О самых свежих и интересных событиях мы рассказываем зрителям ежедневно в дневных и вечерних выпусках. Вот, ведущий занимает свое место перед камерами, оператор выставляет кадр, у режиссера уже собран плейлист программы. До эфира считанные минуты. Сделай, пожалуйста, погромче ее. Аля, Аля, звук проверяем. В ухо слышно меня? Да. Почитай, почитай, пожалуйста. А уже 23 слоя и меня буквально в 100 метров. В течение минуты на времени российские граждане с использованием. Здравствуйте, в эфире новости в студии Эктина Игнатия вам на главную. Нормально все? В этом городе расскажем прямо сейчас. Но техника – дело тонкое. Иногда во время эфира случаются форс-мажоры, поэтому ведущие готовы ко всему. В первую очередь к миру может пропасть связь с режиссером. Это значит, что отключается ухо, и вы не слышите, не понимаете, что происходит. Приходится ориентироваться боковым зрением на какие-то видеокадры и ждать сюжета, когда к вам спустится инженер, чтобы поправить и наладить связь. Также может отключиться суфлер. Это значит, что мы переходим на листочек. И тут главное вовремя сориентироваться и подать информацию не хуже, чем с суфлером. Также бывают и экстренные ситуации, когда забегают на ассистент и приносят нам горячую новость, которую необходимо срочно выдать, срочно сообщить. И на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. На самом деле прямой эфир – волнительный процесс, который незаметен зрителям, но каждый выход – он как экзамен. А вообще прямой эфир – это диалог со зрителем. И во многом успех той или иной программы зависит от ведущего. Наталья Двуцина, Денис Прошин, Александр Тарасенко, Андрей Тымчук. Новости Севастополя.